Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые ценители и созидатели прекрасные! Сегодня у нас уникальное событие, хотя в этом году у нас их очень много, у нас прям юбилей за юбилеем у творческих коллективов. И вот сегодня 20 лет образцовой художественной студии «Вернисаж». Ну, образцовая рассказала чуть позже, но тем не менее художественной студией она изначально была. Людмила Павловна, конечно, художник с огромным стажем. Она видит прекрасное вокруг себя, везде, даже сама его придумывает. И вокруг себя собрала таких же людей, единомышленников. Вместе вы создаете такую красоту, что словами трудно передать, можно только увидеть. Это мы видим, то, что вы представляете здесь на выставке, все это мы видим вашими глазами. 20 лет. 20 лет это все-таки срок. Это серьезный возраст. Студия вроде как бы молодая, всего-то 20. Но тем не менее, все эти годы стоит у руля прекрасный художник, великолепный организатор. Просто замечательная женщина Людмила Павловна Чичурова. Да, сейчас непростые времена у нее настанет. Но, слава Богу, есть вы, есть Александра Гурьяновна, у которой крепкое, верное, надежное плечо. Который не первый раз и постоянно приходит на помощь своему мастеру Людмиле Павловне. И вот сегодня 20-я юбилейная выставка. Юбилейная раз в год, которая проходит. А у нас их проходит в год, ну, наверное, 5-7 выставок точно, да, вот организовываем. И персональные выставки, и подснежники у нас, и традиционная выставка, посвященная 8 марта, это цветы и женщины. Ну, много-много событий происходит в этой замечательной студии. Людмила Павловна, давайте сейчас... Чисто-севористик. Почему? Это такая хорошая традиция. Разрезать ленточку для того, чтобы все желающие могли пройти в выставочный зал и посмотреть картину. Ольга Ивановна, подождите сейчас, Александр Мозокров. Музыка, марш! Это все, смотрите. Ну, как вам, давайте, вы знаете, вы все-таки сейчас... Сегодня у нас много, не ошибаюсь, да? Вот картинку вырезали. А еще есть чудесный трон для императорицы, художников, наших мест. Проходите. Ну, зачем он тут? Для вас, для вас. Пусть народ люб... Нет, надо, проходите. И поприветствуйте своих добрых. Расскажите нам о выставке. Садитесь хорошо. Садитесь хорошо, вам помочь? Да нет. Нет, я вот сейчас поставлю. Ну, давайте, давайте на фоне трона. Ну, вначале, конечно, я хочу вынести большую благодарность Александре Гурьяновне, что она на себя свалила всю эту обязанность. Давайте поаплодируем. Спасибо за все. Она всегда мне помогает именно в трудные минуты, в трудное время, когда у меня как-то что-то случается, но она всегда рядом. Ну и тем более она у истоков нашей студии начала. 20 лет назад, вот, кстати, мы и познакомились, и начали заниматься вместе. Вот за эти 20 лет прошло много-много, конечно, народу. Некоторые просто забыли даже некоторые, но остался костяк, который постоянно присутствует. Ну, присутствует вот у нас на студии, на наших выставках, в наших занятиях, в наших кулинарах, которые мы создаем иногда. Ну, вот, хотелось бы всех поблагодарить, что мы не первый раз, но открыли эту выставку, которая принесет всем радость, вам удовлетворение от того, что вы создаете такие работы, которые достойны быть выставлены в замле, достойны быть для зрителей доступны, для продажи, так что давайте работать, творить и создавать красивое, на радость себе. Творчество – это, конечно, удовлетворение, но и большой труд, который надо всегда без труда, как говорится, творчество не создать. Поэтому желаю вам всем терпения, вдохновения и здоровья. Спасибо. За 20 лет в коллективе многое было. Были пленеры, были путешествия. Мы у себя принимали гостей, помните, да? Два семинара. Два семинара. К нам приезжало множество художников сибирских, и Хакасия, Красноярский край, Иркутская область. Очень много. Многое было, но всегда неизменным остаются выставки. Чудесные выставки студийцев. Сегодня на выставке представлены работы разного возраста, художников разного возраста. Я так посмотрела, от восьми, ну, на сегодняшний день самому возрастному художнику, 74 года, вот на днях исполнится. Работы разные. Пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные какие-то картины. Когда пройдете по выставке, вы все с ними познакомитесь. Работы красивые, чудесные, замечательные. И я сейчас хочу предоставить слово Александре Гурьянову. На сегодняшний день она является руководителем студии. А все, скажите, как вы работаете? Как идея пришла создать этот вот юбилейный вечер? Когда затеяли эту выставку, посчитали, что нам 20 лет, пошли смотреть какие-то фамилии, потому что многие забылись. У меня в списке 35 фамилий. Конечно, многие уехали, многих просто мы не могли найти, но на этой выставке 22 участника, 22 разных фамилии. У кого-то одна работа, у кого-то 4, у кого-то 5. Как получилось? Нашли детские рисунки. Эти дети уже выросли, эти дети уже где-то учатся, эти дети уже получили, так сказать, путевку у Людмилы Павловых в жизнь. Они и творят дальше. То есть вот эта заразная болезнь Людмилы Павловны, я каждый раз повторяюсь. Берегитесь, в то же время стремитесь. Если вы заразитесь, вы будете просто счастливы на долгие годы, как и я. Потому что спасибо, Людмиле Павловна, что я с вами. И что вы хотите. Спасибо. Все равно куда-то выезжаем, выходим. Нас это привлекает. Так что добро пожаловать с нами в дорогу, в путь. Мы сегодня еще поговорим о будущем нашем. Так что потом мы все соберемся в тесном кругу. Это все будем обсуждать. Спасибо, ДК Энергетик, который нас всегда привечает, любит. По крайней мере, у нас тут есть свой дом. И мы туда приходим с радостью. Ждем новых лиц. С радостью встречаем старых. Кто забыл нас, вспомните. Приходите. Мы вас ждем. Я хочу от имени студенцев, от имени всех тех, кто прошел в школу Вернисаж, кто пришел в школу Вернисаж, выразить свои поздравления и лично, Людмиле Павловне, и всем участникам. И прочитать вам такой самодельный стих. Я думала, ну что же сказать, что сказать. И вот такие строчки у меня родились. Ну, искренне, не бесуйте там за все остальное. Какая радость рисовать, писать портреты и пейзажи. Пусть для себя, не для народа, и страх, и неумение побеждать, и восхищение природой развивать, и тайны творчества познать, и новое в себе самой создать. И радоваться искренне успехам товарищей по цеху. Живи и расцветай, наш Вернисаж, и новые таланты открывай. Ведь под крылом его творят друзья. В душе мы молодеем и воспеваем красоту по-своему, и каждый, как видим и умеем. Дорогие художники, ученики, поздравляем всех с юбилеем! Хочу сказать, как мастер разговорного жанра, всегда восхищаюсь людьми, которые умеют делать что-то руками. Создавать шедевры. Вот они рисуют, вот они бежат картины. Вот у нас еще сейчас работает выставка Юли Бельской. Всегда восхищаюсь. Ну, как-то все некогда-мекогда. Ну, до пенсии мне осталось 10 лет. Все эти последние события, если ничего не изменится. Приду на пенсию, приду к вам. Муж, будьте добры, будьте здесь. Пожалуйста. Людмила Павловна, Александра Гурьяновна, приду, буду, попробую чего-нибудь наваять. Поэтому приходите, люди добрые. Приходите к этим двум замечательным женщинам. Нет, их много, женщин много. Но приходите, мужчины. Показывайте свое умение. Приходите все, от молодого велика, в эту прекрасную студию. Студию, художественную студию Вернисаж. У нас нет критика сегодня. А может, нам... Ты же хотел управлять. Который чего-нибудь нам критическое говорит. Так что, если кто хочет критику, мы... Поэтому сегодня все просто восхищаются. Мы готовы раскритиковать кого-то. А он, да? Нет, да? Нет, как она же. Как раскритику? Раскритику? Музыка. Это свой липий-то. Но она не училась. Какая-то. Критика. Она считает, как Хайли. А мы считаем, как Хайли. А мы считаем, как Хайли. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СЛИЖОВУ Нашли в архивах, она, видишь, постарела, сама эта рама. Знаете, Ванна, я потом еще расскажу. О, Надя, Ванна? Да. Чинестный друг. Экспроавтор. Ты прям это видела где-то, да? Или фантазик? Я буду тебе расскажу. Интересно. Ну, расскажите сейчас. Почему потом? Расскажите сейчас. Ну, расскажите. Это какая картина? Вот эта вот? Да, вот эта вот. Физаж. Одинокая птица, такой суровый физаж. Я просто думала, было такое стихотворение про одинокую птицу, а я его потом не могла, она и те хотела написать с обратной стороны, что я в то время себя такой ощущала. Вот, это передача настроения, сразу чувствовала. Но птица же! Чей, все? Ну, птица же! И ты, наверное, одинокая в этот момент. Наташу заставила березы распустить. Она в зимний птица, в бакульник написала. Я думаю, когда бакульник отвечает, то снимает березы. Хорошая работа получилась. А вот эта вот? Как активистичность. Под дождем? Кто написал? Это толстик, когда в таком духе работает. Они берут с интервью воды. А, это медведи. Они там делают. Сами понимаете, что это, как бы не самостоятельная работа. А, это самостоятельная работа. Это вот декоративная работа. Это наш натюрмонт. Вечный. Многие натюрмонты у нас только в годы стоят. Вот сейчас стоит натюрмонт, покроется пыль. А, ты не записывай. Мы не можем убрать. Меня это поразило. Я не могу убрать. Я не могу убрать. И что с ней непонятно, но она у меня что-то взяла, взамен как бы отдалилась. Да, я и сохранила. Мы всегда на нее смотрели, что ее манера, повтори, никогда не сгортится. Или как сказали, что мы не повлияем на это. Да, у них такая линия, такая здесь, вангкоговская. Я всегда любила учить на засветку и нашего Антона, который как бы потенциал. Это вот новые девчонки пришли, какие-то натюрмонты, такие сгонки, все это классненько. Вот Надя Марич. Единственное, что я с нее вытрясла, это вот натюрмонт. Хотя она работает, вот эта идея, это шестненько. А ей все надо быстро начать и быстро замерчить. Я говорю, Надя, тебе надо большой формат задавать. Я уже большую задаваю, накрыть. Относительно его как-нибудь. Относительно большой. Это вот наша Арина сейчас ходит к нам. Вот и мама. Идите к портрету. Портрет. Вот и мама. Ну почему нет? И портреты натушатся. Портрет. 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 Продолжение следует...